Уральские овцы оказались неудел. Свердловским предпринимателем отечественная шерсть стала обходиться слишком дорого. Так что теперь русские валенки имеют австралийские корни. Почему, выясняла Алёна Коннова. Вот австралийская белая шерсть. Валенки, на которых с гордостью можно писать Made in Russia, на самом деле с австралийскими корнями. Руководитель сапоговаляльной артели Валерий Кетов катает пимы уже 25 лет. Никогда бы не отказался от работы с отечественным производителем. Если бы не запреты продавать и покупать шерсть, теперь можно только в специально отведенных местах. Вазик мы битком забивали в одну деревню, то есть до 500 килограммов. Потом нас начали выгонять, потому что нам нужно стоять на одном месте. Какая бабушка понесет 2-3 мешка шерсти куда-то в какой-то там заготовительный пункт. Поэтому мы не стали бы против шерсти идти. Сейчас это лишь полуфабрикаты примерно 60-го размера. Но после обработки это будут обычные мужские валенки. Правда, обрабатывать заграничную шерсть куда сложнее. Австралийская поступает уже мытой, поэтому плохо скатывается. Из-за того, что мы на мытую шерсть перешли, у нас производство стало уходить процентов на 40-50 больше времени. Уральские овцы оказались не у дел. Белая шерсть поступает из Австралии, черная – из Башкирии. Овчинка выделки не стоит, рассуждают фермеры поселка Киприна. Хозяйство насчитывает 200 кудрявых голов. Рад бы сдавать шерсть, но могут лишь сжечь. Берели мои шубинки. Голубая называется, романовская порода. Она и плодится хорошо, и шерсть у нее хорошая, качественная. Все сгорает. И шерсть, и шкуры вот эти, которые, и больные тоже. Тоже утилизируется все специально. Министерстве сельского хозяйства пояснили, для продажи шерсти нужны не только специально оборудованные площадки, но и дорогостоящая обрабатывающая техника. Предпринимателям советуют наладить работу самостоятельно. Предлагаем обратиться в Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства и предоставить бизнес-план для рассмотрения и оказания государственной поддержки в виде предоставления субсидий по инвестиционным проектам на создание и модернизацию цехов по подготовке шерсти. Но Валерий Кетов не расстраивается. Если у местных фермеров шерсть покупать невыгодно, предприниматель закажет еще австралийской. Да и на областной закон он не в обиде. Валяющий Кваленок собирается представить свой товар на предстоящем инопроме, который в этом году пройдет в статусе международной выставки.